Продолжение следует... ...на территорию 2-й Останкинской, я туда проехал. Я поддерживаю ваше мнение о том, что там уже сложившаяся застройка, плюс такой небольшой сквер. МОСУМА архитектура выделила площадку. С 2006 года эта площадка, это ЦАНГР-7, корпус 2, между домами 9-2 и ЦАНГР-7, корпус 2. Значит, там будет написано, что щаска под реновацию выделена. Как это будет? Депутаты продолжают говорить, что там будет коммерческое жилье. Вот все-таки что там будет? Предложения мы сейчас подойдем, если мы будем видеть. Давайте вы свои предложения, Евгений Дмитриевич, покажитесь, пожалуйста. Татьяна Вячеславовна, пожалуйста, вот Евгений Дмитриевич, подойдите, пожалуйста, передайте ему это на соответственное пословие. Хорошо, спасибо. Ну, ЦАНГР-7, ну, у меня тоже сомнения вообще в нем там сложившихся за стверд. ТАНГР-7, ну, у меня тоже сомнения. Тебе понравилась горка? Да. Как здорово? Да. Ты бы хотела здесь кататься? Да. Не надо здесь дом строить, да? Как ты думаешь? А тут будет стройка, будет мешать и все время будет бутить и не будет удобно. Да. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Жизнь. Это наша земля. Поэтому допустить здесь земле уничтожение просто нельзя. Как вы считаете, если застройщик все-таки начнет какие-то действия, вот точно так же соберутся люди, как сегодня? Я думаю, что здесь люди не только соберутся, но они лягут под эту технику. И мы не дадим их здесь. Ни здесь, ни в Бутырском, ни здесь, ни в Алексеевском. Мы ляжем где угодно. Этого не будет, не допустим. То есть вы решительно? Да. Как говорится, созрели. На экране вот вы сейчас видите ребенка и женщину по имени Вера. Это не просто житель, это преподаватель, который всю жизнь учил здесь детей. Детей, вышедших сюда на прогулку. Знает каждого, знает их чаяние, знает их надежды. Вот тоже зададим ей несколько вопросов. Вот они жгут сегодня Бенкальские огни. Мне очень не хочется, чтобы на месте нашего двора, вот этого зеленого, да, построили вот такого монстра. Это ужасно, потому что видеть, вот радость сейчас вот здесь, как катаются с горки, видите вот эту радость гуляющих детей, мамочек с колясками, пенсионеров гуляющих, в жару, да, когда вот была жара в этом. Они выходили в нас тени, здесь шикарный двор. И как все это уничтожат, ну, просто сердце крови обливается, честное слово. Скажите, а вот как часто у вас вообще люди выходят вот на такие мероприятия? Ну, подобные мероприятия у нас не часто бывают, но я хочу сказать, что мы установили постоянное дежурство здесь, в этом дворе. Мы дежурим днем и ночью, у нас есть график дежурства, и мы все выходим. Но это вы сейчас говорите о защите, а вот просто соседские посиделки, там, я не знаю, вот как сегодня вот... Ну, как бы, бывают, конечно, у нас такие мероприятия, да, когда мы все собираемся, какие-то праздники бывают, и, естественно, ну, ну, как, это наша жизнь, это... Мы одна большая семья. То есть у вас вот такие дружные дворы, одна большая семья? Ну, конечно. Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Депутат от Санкт-Петербурга Феденина Нина. Я хочу поблагодарить всех жителей нашего района за их гражданскую позицию, за их активность, неравнодушие. Замечательные люди живут в нашем районе. И вот сегодняшняя встреча, открытие горки – показательство тому, что, то есть, если хочешь что-то сделать и вообще сделать хорошо, сделай это сам. Не нужно никого ждать, никто никому ничего не обязан. Забудьте свои зомбы, ящики и гаджеты, выходите на улицу, общайтесь, объединяйтесь. К сожалению, вот настоящая, так сказать, акция, настоящий праздник, в силу того, что жителям пришлось объединиться против вот этой безумной застройки, двора, сквера. Но, как говорится, не было счастья, да не счастье повезло, да? Помогло, то есть. И вот эту горку заливали, сделали ее за несколько часов. Вчера ночью заливали, привозили баллоны, то есть на самокате, то есть жители, которые там собираются, очень много жителей заинтересованных, увлеченных. И дежурство у нас проходит всю ночь, то есть жители конкретно настроены здесь, чтобы не было вырубки деревьев, чтобы двор остался зеленым для их детей, для их потоков. Цель у нас это оставлять свое право, свое право на благоприятную жизненную среду, которая у нас прописана в консервации статья 42-я. Поэтому все в наших руках. Это просто состязывали, а в итоге, как достали, а фактуры-то нет. Да, да, да. Нету наших, это, как бы, глаз, нету наших навязываний, точка, да и ничего нет. Ничего нет, да. И мы определиться нам нечем, в третийце показывать ничего, они уже и так, и сядет действие, и сцепить, и с романчиком. Они же по телевизору показывают, что все хорошо, а тут, оказывается, юберный театр, а здесь не так. Это вы, ребята, вы здесь мешаете, мы же всем вздавляем, чтобы все хорошо. Ну да. У нас днем просветает днем, загниваем. Совершенно верно. Мы все вместе объединяемся, беремся за руки. Разорвать круг невозможно, если мы все вместе объединены, и у нас единая цель. Здорово, супер. Жители показывают, что они одна большая семья. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok